Памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Крыгину открыли в музее Ворошиловская батарея на острове Русском. Михаил Крыгин в 1939 году был призван на Тихоокеанский флот. После окончания курсов подготовки назначен оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ Владимира Ольгинской военно-морской базы ТОВ. Вскоре его перевели на службу островного сектора береговой обороны Владивостокского морского оборонительного района флота на острове Русском. В августе 1945 года Михаилу Крыгину в составе отряда было поручено захватить японскую военно-морскую миссию в Сейсине. Когда погиб командир группы, лейтенант Крыгин принял на себя командование. Он спас от окружения группа автоматчиков, но погиб сам. За проявленное бесстрашие и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 19 апреля легендарной контрразведки СМЕРШ исполняется 80 лет. Вообще признано, что СМЕРШ – самая эффективная спецслужба Второй мировой войны, не имеющая в себе равных по размаху результатов интенсивности оперативно-раскной деятельности. В период Второй мировой войны вклад в Великую Победу внесли управление СМЕРШ по Тихо-Хианскому флоту. Сотрудники контрразведки СМЕРШ Тихо-Хианского флота поставили прочный заслон для проникновения японской и немецкой спецслужбы на Тихо-Хианский флот. Подготовили и провели ряд мероприятий, позволившие разгромить не только японскую спецслужбу, но и раскрыть сеть агентурную на территории Кореи, Манчжурии, на острове Сахалин и Курильских островах. Сегодня мы чтим память оперополномоченного военной контрразведки СМЕРШ Тихо-Хианского флота лейтенанта Крыгина Михаила Петровича, удостоенного звания Героя Советского Союза за проявленную мужество и героизм в борьбе с японскими милитаристами. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие губернатор Олег Кожемяка, руководители УФСБ России по Тихо-Океанскому флоту, представители администрации и Думы Владивостока, юно-армейцы, военнослужащие и ветераны. По словам Олега Кожемяка, военная контрразведка – одна из самых эффективных спецслужб в военные годы. Бойцы НКВД не только занимались поиском и выявлением шпионов, но с оружием в руках, защищали рубежи нашей Родины, Брестской крепости, дивизии. НКВД сражались на всех фронтах, также здесь, на мажорских участках фронта. Не только был поставлен пророчный заслон вражеской агентуре, но и 28-летний Михаил Крыгин героически выполнил свой воинский долг по завхату здания военно-морской миссии Японии. Погиб. В память о нем увековечена одна из наших улиц. Очень важно, чтобы молодое поколение знало своих героев, знало тех героев, чьими названы они, гордилось их подвигами, проезжая по этим улицам, понимало в честь кого они названы. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это еще и знак уважения, предложения той памяти, которой должно жить поколение в поколение. Глава региона вместе с присутствующими возложил цветы в память о Михаиле Крыгине, а после ознакомился с экспозициями музея. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили лучшим воспитанникам Нахимовского военно-морского училища Трофиму Манееву и Никите Щербаченко.